Поощрительный диплом, бронзовая статуэтка легендарного музыканта Фредерика Шопена, денежная премия и огромный багаж ярких впечатлений. С такими трофеями вернулась учащаяся Брестского музыкального колледжа Дарья Шупенька с польского фестиваля. Такова цена трех месяцев кропотливого труда и подготовки. Как призналась сама юная пианистка, увидеть свое имя в списке лауреатов было полной неожиданностью. Когда я увидела свое имя в списке людей, которые, в принципе, неплохо так играют, кого оценили, члены жюри, я понимаю, что не зря в меня столько педагоги вкладывают, и это все не зря делается, и это здорово. Дверь, чарующий мир звука, в будущей пианистке открыл концерт в Минской музыкальной школе, первый в ее жизни. Виртуозная игра исполнителей, богатая инструментальная палитра и произведения великих композиторов задели самые потаенные струны души шестилетней девочки. Именно в тот момент Даша поняла, ее призвание – музыка. С того знакового концерта прошло 11 лет, и сегодня третьекурсница музыкального колледжа убеждена, что ее решение было правильным. Действительно, когда пальцы девушки касаются клавиш, все остальное перестает существовать. Кроме занятий музыкой, Дарья активно участвует в общественной жизни колледжа. Музыкальные вечера и праздничные мероприятия не обходятся без фортепиано и актерской игры юной пианистки. По словам Завуча по воспитательной работе Татьяны Робцевич, Даша и общественную работу исполняет ответственно и грамотно. 4 октября у нас состоялось замечательное мероприятие, которое называется «Капустник». И Даша была самым активным инициатором и организатором этого мероприятия. И мне кажется, во многом благодаря ее усилиям, лидерским качествам, которые она смогла проявить, учащиеся фортепиановое отделение заняли первое место. По словам Дарьи, учителя по классу фортепиано сначала в музыкальной школе, затем в колледже имени Григория Ширмы, прошли вместе с ней сложный и тернистый путь рождения и становления ее как музыканта. Именно благодаря педагогам и своей маме, которые привили любовь к одному из самых эмоциональных видов искусства с раннего детства, сегодня Даша говорит о музыке с особо внутренним трепетом. Если есть какой-то отзвук, например, вот как Рахманинов, да, и слушаешь Рахманину, ну почему все так его любят? Потому что слушаешь, и ты понимаешь, что там вот как будто твои собственные переживания написал. Дашенька необыкновенный человек, очень ранимая тонкая душа, как у любого хорошего музыканта. Мы стараемся очень бережно относиться к самому ребенку и воспитывать в нем чувство музыкальности. Победа в международных конкурсах и фестивалях, безусловно, окрыляет и служит прекрасным стимулом для новых завоеваний на профессиональном поприще. И таких у Дарьи Шупеньки будет немало. Ведь после окончания колледжа девушка точно знает, что ее следующая ступенька – музыкальная консерватория. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.